Всем здравствуйте! Это программа «Объясняю популярно». Меня зовут Елена Шарыгина. Нас с детства учат этикету, как вести себя в гостях, в театре, в ресторане. Но пока никто не рассказывал, как вести себя в интернете. Из-за этого мы часто делаем много досадных ошибок. Как не попасть в неприятные ситуации, поможет цифровой этикет, который предполагает готовое решение для эффективного и приятного общения по работе. Поговорим о том, как общаться в социальных сетях, по почте и в мессенджерах. Тема цифрового этикета очень востребована для большинства людей, которые коммуницируют в онлайн-пространстве с другими. Возможно, некоторые вещи покажутся очевидными. Это означает, что вы все-таки соблюдаете этикет, в том числе и цифровой. И придерживайтесь определенных норм поведения в сети. Но все же здесь вы наверняка найдете информацию, которую стоит взять на вооружение. Например, как заканчивать переписку и что делать, если человек не отвечает на звонки. Кроме того, есть много правил, как себя вести в общих чатах. Здоровайтесь правильно. Лучше использовать слово «здравствуйте». Оно подойдет, даже если вы не знаете, в каком часовом поясе находится ваш адресат. Еще один момент использования форм «добрый день» и «доброго дня». Многие начинают разговор с фразы «доброго дня», но это звучит так, будто вы прощаетесь. Лучше пишите «добрый день». Сократите количество звонков. Звонок требует отбросить все дела и заняться вопросом, интересующим оппонентам. Поэтому многих людей раздражает, когда проблему, которую не обязательно решать срочно, не пытаются сначала обсудить в мессенджерах. Оперативно реагируйте на сообщения в мессенджере. Если сообщение, которое вам прислали, показано как прочитанное, вежливым будет как можно быстрее отозваться. Дайте человеку ответ, а если пока на это нет времени, скажите, что напишите чуть позже и укажите точный срок. Не торопите человека – это невежливо. Не стоит писать «Ау, куда пропал?», если адресат не отзывается. Когда нужно напомнить о себе, просто пришлите уточняющий вопрос, например, спросите, не нужна ли дополнительная информация, чтобы собеседник мог определиться с ответом. Одна мысль, одно сообщение. Помните, каждый раз, когда вы отправляете сообщение, у человека срабатывает сигнал уведомления. Вы пишете по одному слову, и к тому моменту, когда вы доберетесь до сути вопроса, собеседник заработает нервный тик и вряд ли будет доброжелательно настроен по отношению к вам. Не злоупотребляйте скриншотами. Считается недопустимым отправлять скриншотам определенную информацию. Логины, пароли, ссылки, номера телефонов лучше высылать текстом. Мало кого порадует перспектива переписывать это все вручную, к тому же есть вероятность допустить ошибку. Не пишите капслоком и не ставьте много восклицательных знаков, и то и другое читается как крик. И это вызывает желание перестать с вами общаться. Хоть письменно, хоть устно, многоточия тоже неуместны. Они воспринимаются как недосказанность, а этого в деловом общении быть не должно. Общение в общих чатах. Не допускается обсуждение вопросов, которые не относятся к большинству участников. Если нужно отправить сообщение конкретным людям, письмо нужно тегировать, то есть отмечать аккаунт человека, к которому вы обращаетесь. И вообще, в общем чате нужно писать только по делу. Цифровой этикет, то есть правила общения, нужны для того, чтобы ваше онлайн-общение не превратилось в источник конфликтов и недопонимания. Для этого лучше все-таки придерживаться правил цифрового поведения. Примеры и советы от эксперта в следующем интервью. Рядом со мной Елена Тинер. Это профессор кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ВИАД-ГО. Елена Васильевна, здравствуйте. И первый вопрос. Что же такое цифровой этикет? Добрый день. Я хотела бы сказать, что вы задаете мне очень интересный и очень актуальный вопрос для современного человека. Цифровой этикет – это правила поведения, лучше сказать, речевого поведения в интернет-пространстве. Точно так же, как и знакомые нам с детства правила этикета, они позволяют нам общаться эффективно и избегать каких-то конфликтов в интернет-общении. Самый, наверное, актуальный и наболевший вопрос – это правила применения голосовых сообщений. Действительно, вопрос очень актуальный. Голосовое сообщение, прежде всего, мы можем отправлять только в том случае, если с нашим собеседником, адресатом, есть договоренность о том, что он может получать голосовое сообщение. Если вы с ним об этом не договорились, то отправка голосового сообщения считается маветоном. Почему? Ну, прежде всего, потому что человек, получая это голосовое сообщение, может его сразу не прослушать. Это плохо и тому, кто отправляет сообщение, и тому, кто его получает. Он начинает нервничать, это выбивает его определенным образом из колеи, и, конечно, возникают определенные разноклассия. В процессе вот такой переброски сообщениями, если можно так сказать. Поэтому, если ваш собеседник сказал «да», отправляй мне и голосовое сообщение, то вы можете это сделать. Но лучше этим не злоупотреблять. Допустимо ли в деловой переписке использовать скобки, смайлы или эмидзи? В деловой переписке, я бы сказала, это недопустимо. Допустимо только в той ситуации, если, например, вы отправляете какое-то сообщение хорошо знакомому человеку, может быть, другу, который работает вместе с вами, да, то есть у вас какие-то неформальные отношения. Но даже если вы отправляете это сообщение близкому другу, необходимо соблюдать определенные правила. Например, не стоит заменять эмидзи слова, что сейчас происходит очень часто. Вот посылают, например, такой значок, но ведь этот значок мы же можем понять по-разному. Мы можем понять его как благодарность, как выражение просьбы, да, и, может быть, еще какие-то оттенки значений. Лучше написать словом. Если вы посылаете все-таки смайлики, эмидзи, то имейте в виду, что этот смайлик должен стоять в конце предложения. И должен быть одним на два-три предложения, да. Ну, запомните все-таки, что в деловой переписке смайликами не нужно злоупотреблять. А что касается звонков в выходные дни и в нерабочее время? Здесь можно сказать так. У нас каждый человек имеет право на труд по Конституции, да, и на отдых тоже. Поэтому некоторые коллеги очень и очень ревностно относятся к нарушению этого права. То есть они не будут отвечать на такие сообщения, даже если вы отправили его во внеурочное время, скажем. И будут правы, если они от вас этого сообщения не ждут. Если это сообщение, собственно, ожидаемо, то тогда лучше его послать, даже если выходной день вы это сделали, то лучше его послать, например, до 7 часов вечера, да. После этого времени лучше никаких сообщений не отправлять. Ну, а если вот так случилось, что в нерабочее время позвонили по каким-то непредвиденным обстоятельствам, но человек, исходя из своих принципов и отношения к звонкам в нерабочее время, не ответил, будет ли он внести какую-то ответственность, если там что-то после этого пойдет не так, если он вовремя не среагировал? Кто вот тут будет прав? Кто будет прав, кто виноват? Ну, вопрос об ответственности, конечно, очень серьезный, да. Руководящее звено наших учреждений, предприятий, организаций, фирм и так далее всегда на связи, да, и всегда в курсе, что происходит, даже если это выходной день. И если, например, мы относимся к руководящему звену, то, несомненно, мы будем реагировать. Я скажу так, мы не обязаны реагировать, ну, будем реагировать, вот для того, чтобы избежать все такие, всех ситуаций, которые связаны с ответственностью, да. Если это рядовой работник, да, то, конечно, на звонок он может среагировать и должен среагировать. Если он не среагирует, то есть его должно насторожить, почему мне вдруг в выходной день звонят, да, что случилось, это значит, какая-то ситуация может быть непредвиденная. Если вы не дозвонились этому человеку, напишите ему сообщение. Если человек по какой-то причине не ответил на звонок, корректно ли ему перезванивать? Если корректно, то через какое время? Я думаю, что лучше после неотвеченного звонка просто написать сообщение. Либо в корпоративной почте, либо в мессенджере. Другой вопрос, что и на сообщение он тоже может не ответить. Вы можете перезвонить этому человеку в течение двух часов. Ну, примерно около двух часов нужно сделать перерыв и снова перезвонить, если вопрос очень важный. Если звонок прервался, кто в таком случае должен перезвонить? Инициатор разговора, то есть тот, кто звонил. Если с человеком все, переговоры закончены, все, все договоренности есть, но нужно ему в каком-то мессенджере, в любом, как, допустим, он говорит, отправить там какие-то документы, данные, не знаю, ссылки, там еще что-то, нужно ли при этом в этом сообщении здороваться и снова обсуждать и дублировать вот все, что необходимо? Я думаю, так нужно поступить. Значит, прежде всего, если вы с человеком имели уже разговор о том, что вы отправляете ему какие-то документы, особенно ссылки, например, да, просто ссылки какие-то, то снова пересказывать содержание вашего устного общения нет необходимости. Обычно мы можем поздороваться в этом случае, написать «Здравствуйте», «Добрый день», да, и написать, что вы отправляете документы, которые обещали, или ссылку, которую вы обещали отправить. Если вы отправляете ссылку, то нужно обязательно указать, что в этой ссылке. Если вы отправляете просто ссылку, то есть кидаете просто ссылку, да, но была устная договоренность, что вот вы обязательно мне киньте эту ссылку, да, то, в принципе, можно, конечно, ничего и не писать. Но представьте себе, если человек получает этих ссылок очень много и договаривается об этих ссылках со многими людьми, он может просто забыть, что значит эта ссылка, да, и от кого там она, когда договаривались, там неделю назад договаривались, он послал ссылку, да, вот вам, пожалуйста. То есть если это после непосредственного общения сразу, да, вы можете ничего не писать, а если прошло какое-то время после того, как вы поговорили, и вы отправляете ссылку, документы и так далее, обязательно напомните. Если в процессе переписки что-то не устраивает, как корректно отказать? Понятно, что, дорогие друзья, в процессе деловой коммуникации мы не можем не реагировать на сообщения наших коллег. То есть коллеги могут быть разные, вести они себя могут по-разному, но общаться, тем не менее, нам с ними необходимо. Поэтому игнорировать какие-то сообщения или какую-то информацию, которую нам передают коллеги, мы не можем. Однако мы с вами абсолютно так имеем право на корректные указания, что вам что-то не нравится в процессе общения. Например, вашему коллеге вы можете сказать, что выразить просьбу, чтобы он не посылал голосовых сообщений. Все, и в этом случае, я думаю, если он человек понимающий, он этого больше делать не будет. Как корректно и грамотно закончить переписку, если потребностей в общении больше нет? Здесь можно поступить таким образом, то есть вы можете написать, вы поблагодарить можете вашего собеседника за переданную вам информацию. Например, вы написали «Спасибо, мне все понятно», да, или «Благодарю, мне все ясно, ваша информация очень полезна». И попрощаться, написать «До свидания». И еще хотела бы добавить здесь, что если, например, у вас предстоит большое-большое какое-то решение какого-то интересного, серьезного, важного вопроса, и вы понимаете, что переписка будет достаточно продолжительной, лучше позвонить, лучше найти время для звонка. Елена Васильевна, спасибо, что разложили все по полочкам и ответили на мой вопрос. Пожалуйста. Давайте подытожим. Это была программа «Объясняю популярно». Меня зовут Елена Шарыгина. До свидания.